Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале, где мы с вами ежедневно обсуждаем новости политики, экономики, новости фондового рынка. И сегодня это небольшой обзор за вторник, за 6 июля. И, конечно же, основной темой сегодняшнего дня является вчерашнее заседание ОПЕК. Что будет с рынком черного золота, что будет с ценами на нефть, чего же на самом деле стоит опасаться, по какому сценарию пошли цены на черное золото. Ну и вкратце, конечно же, обсудим основные новости фондового рынка за первую половину сегодняшнего дня. Итак, дорогие друзья, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, по традиции все наши видеообзоры мы с вами начинаем с ситуации на фондовых рынках. И ситуация сегодня на самом деле до нельзя непонятная. Мы с вами видим, что движение на индексах есть разнонаправленное. Мы с вами видим Азиатский Тихоокеанский регион, где тоже индексы не имеют общей единой динамики. Кто-то вверх, кто-то вниз. В частности, Япония пытается там немножко отскакивать после нескольких дней падения. Китайцы тоже находятся в небольшой минусе. Ну а лидерами там падения, конечно же, является Австралия, где прошло заседание Резервного банка данной страны. И позитивных новостей от главы банка мы с вами на пресс-конференции не услышали. Ну и индексы, соответственно, отреагировали немного негативно. Но пока что бить панику на Азиатско-Тихоокеанском регионе не стоит. И, конечно же, они будут смотреть на основной драйвер фондовых рынков. Это так, как сегодня выйдут американские индексы с выходных. Напомню, да, у них было три выходных. Вчера Америка продолжала праздновать День независимости. И поэтому многое определится уже именно сегодня во время американской торговой сессии, которая начнется через почти 40 минут. Если же мы с вами смотрим на Европейский театр действий, то здесь мы с вами видим разнонаправленное полноценное движение. Лидером движения сегодня является наш российский фондовый рынок. Индекс Московской биржи в моменте торговался на уровнях 3910 и выше. Но вот сейчас мы видим с вами, что нас пытаются откатывать вниз. Удастся удержать отметку в 3900 пунктов или же нет. Конечно же, будет зависеть в основном от того, как поведут себя в очередной раз, говорю, именно американцы. Индекс РТС сегодня пытался тоже неплохо расти. Хотя мы с вами видели, что валютная пара рубль-доллар продолжала оставаться в неизменном состоянии. Да, мы спускались вновь на отметку 73,3. Нам этот уровень с вами очень и очень хорошо знаком. Здесь довольно-таки мощная поддержка у валютной пары. И ниже пока что валютную пару рубль-доллар не пропускают. Ну а если мы с вами смотрим на Европейский театр действий, то здесь пока что небольшое отрицательное движение, что по немцам, что по британцам. Но пока что говорить о каком-то, да, там движении здесь не следует. Потому что у них, что у британцев, что у немцев уже многомесячный боковик. И они из этого боковика пока что выйти и не могут. Основное движение я ожидаю, конечно же, на американской торговой сессии. Они будут задавать драйвер для фондовых рынков уже на завтрашний торговый день. И именно уже основываясь на американском фондовом рынке, будем принимать решение завтрашний торговый день. Почему себя чувствует так превосходно сегодня наш российский фондовый рынок? Ну здесь ответ довольно-таки прост, дорогие друзья. Мы с вами увидели, что за последние сутки цены на нефть достигли локальных таких своих максимум шестимесячных. Да, мы пробили отметку 77,5. И попытались устремиться даже немного выше. Но здесь пока этот пыл поубавили. И пытаются вновь откатиться в район 76-77. Почему такое на самом деле произошло? Ну, все уже прекрасно знают, все читают новости. Это то, что министры ОПЕК плюс не сумели в очередной раз прийти к какому-то общему единому знаменателю. Консенсус не был достигнут. И встреча перенеслась на неопределенный срок. Мы с вами внутри дня получаем сообщения. Об этих сообщениях я, кстати, пишу в своем открытом телеграм-канале. Ссылка на него есть в описании и в закрепленном комментарии. Что переговоры, конечно же, продолжаются. Но вот как сообщает пресс-служба Кремля, не планируется того, что будут вмешиваться первые лица государства. Мы помним с вами, да, что после того, как в марте 2020 года произошел конфликт между некоторыми членами ОПЕК плюс, вынуждены были созваниваться Владимир Путин, Бен Салман, и там уже прибавился еще и Дональд Трамп, который помогал разруливать всю вот эту ситуацию, которая возникла весной прошлого года. И им это удалось. Они достигли сделки. Кстати, в рамках этой же сделки мы сейчас с вами и существуем. Но вот здесь возник казу, что Объединенные Арабские Эмираты не хотят уже действовать по текущим базовым квотам. Они требуют срочного увеличения. Мы об этом с вами вчера очень-очень подробно говорили. Расписывали возможные сценарии событий. И, к сожалению, либо к счастью для кого как, ОПЕК пошел именно по первому сценарию. То есть, когда ни до чего не договорятся и добыча нефти не будет ни увеличиваться и ни сокращаться. Да, это был такой не совсем стандартный сценарий. И так как добыча нефти с августа месяца увеличиваться не будет, конечно же, цены на нефть резко полетели в космос. Но устраивает ли это всех участников нефтяного рынка, я думаю, что, конечно же, нефть. В первую очередь здесь, конечно, кто остается недовольный. Остаются недовольные именно Соединенные Штаты Америки. Мы вчера опять-таки с вами в нашем видео говорили о том, что из-за того, что растут цены на нефть, в Соединенных Штатах Америки довольно-таки сильно подскакивают цены и на бензин. И Соединенные Штаты Америки хоть напрямую и не участвуют в данных переговорах картеля ОПЕК+, но они, как заявила администрация Джо Байдена, внимательно наблюдают и настоятельно рекомендуют членам ОПЕК плюс прийти к какому-то общему единому знаменателю. Но, кстати говоря, дорогие друзья, кто не знает, то Соединенные Штаты вообще по логике своей вещей не имеют права вести какие-либо переговоры даже с ОПЕК+, потому что в Соединенных Штатах Америки действует такой закон «ноу ОПЕК» против картельных сговоров. Но это, как говорится, чисто быдло на бумаге, да забыли про овраги. Когда петух, жареный, в одно место начинают клювать американцев, они сразу же забывают про некоторые свои законодательные базы и пытаются просить тот же самый картель прибегнуть к каким-то манипуляциям на нефтяном рынке и достигнуть каких-то согласий. Есть мнение, да, на многих форумах, многие уже, даже не форума, а многие издания зарубежные особенно стали писать о том, что Объединенные Арабские Эмираты уперлись рогом ради как раз-таки Соединенных Штатов Америки и что именно они, хотя, ну, именно Соединенные Штаты Америки просили увеличить квоту Объединенных Арабских Эмиратов с 3,2 миллионов баррелей до 3,8 миллионов баррелей. Но на самом деле я лично считаю, что Объединенные Арабские Эмираты действуют на руку именно не Соединенным Штатам Америки, а они больше лично, на мой взгляд, действуют на руку именно Саудовской Аравии. И вкратце попытаюсь объяснить свою позицию, почему именно так я считаю. Мы с вами помним, да, что до заседания ОПЕК-плюс были разногласия именно у двух основных участников данной встречи. Это у Российской Федерации, которая просила, да, увеличить добычу нефти на 1 миллион баррелей, и Саудовской Аравии, которая, наоборот, не хотела ни капельки увеличивать добычу нефти, потому что для Саудовской Аравии сейчас все как раз-таки складывается довольно-таки благоприятно. Цены на нефть высокие. Мы с вами сегодня получаем новости о том, что и экспортные цены на свою нефть Саудовская Аравия поднимает. Таким образом, она потихонечку начинает завязывать новую ценовую войну. И что мы здесь с вами получаем? Что если бы соглашение не будет достигнуто, то пока что цены остаются на текущих уровнях. И, к слову сказать, это выгодно как раз-таки именно Саудовской Аравии. А мы с вами прекрасно знаем, что Объединенные Арабские Эмираты всегда выступали верным союзником именно Саудовской Аравии. Именно поэтому, да, это можно отнести к конспирологии, да, теории заговоров. Но я лично считаю, что вот такой демарш, который устроили Объединенные Арабские Эмираты, были сделаны, на мой лично взгляд, пишите свое мнение, что по этому поводу думаете вы, именно по просьбе Саудовской Аравии. И, конечно же, дорогие друзья, я думаю, что к августу месяцу, у нас еще впереди больше трех недель, страны ОПЕК плюс сумеют договориться. Потому что Соединенные Штаты Америки хоть и не вмешиваются, но в теории, мы об этом с вами тоже говорим уже не первый раз, мы помним, да, что палата представителей уже приняла вот этот инфраструктурный проект Джо Байдена. И мы с вами помним, что Соединенные Штаты Америки намереваются раскрыть свои резервные запасы черного золота и выкинуть их на нефть. Если это они сделают по текущим ценам и весь объем, который они хотят продать, сразу же будет выливаться на рынок, то это может сбить немного пыла на рынке черного золота и котировки нефти немножко могут накрениться. Поэтому здесь палка такая на двух концах. Лично я считаю, что все равно рано или поздно договорятся страны ОПЕК плюс. Здесь просто нужно понимать, что Объединенные Арабские Эмираты слишком завысили себе планку. Если мы с вами будем смотреть вообще общую историю, да, добычи Объединенных Арабских Эмиратов, то максимальная квота, которая у них когда-либо была, это 3,6. Это был максимум из максимума. А здесь они вдруг попросили, что сразу же поднимать, даже не до своих максимальных значений, а поднимать сразу же до значений на 200 тысяч больше. Нет, я думаю, что, конечно же, такого сделано не будет. И лично я предполагаю, что да, может быть на 100, на 200 тысяч баррелей им все-таки поднимут квоты и на этом будут, ну, они сойдутся. Но опять-таки повторюсь, что мы с вами обсуждали во вчерашнем видео, если картель ОПЕК плюс все-таки пойдет на этот шаг, это будет создан прецедент. И тогда многие участники того же самого ОПЕК плюс потребуют и для себя пересмотра тех же самых квот. И одна из первых в очереди на пересмотр квот станет в очередной раз Российская Федерация. Российская Федерация уже неоднократно заявляла, что она недовольна теми квотами, которые у нашей страны присутствуют. И таким образом здесь тоже возможно, да, довольно-таки серьезная волатильность на рынке черного золота. Но вот на данный момент лично я считаю, что возможно, да, в очень ближайшее время мы все-таки потрогаем отметку 80 долларов за нефть марки Brent. И уже оттуда логически будем откатываться вниз. Но об этом уже говорят многие аналитики, особенно зарубежные, что да, при достижении 80 будет осуществляться довольно-таки серьезная коррекция. И в очередной раз хотелось бы здесь еще напомнить один такой момент. Это чисто наблюдение, вы можете это просмотреть, что всегда перед тем, как происходят какие-то большие кризисы, да, на фондовых рынках, что 2008, да, к примеру, можно взять тот же самый, нефть всегда затягивается на довольно-таки высокие свои, ну, значения, там, локальные, те же самые, шестимесячные, шестилетние, пятилетние. И уже потом начинается довольно-таки серьезное коррекционное движение. В чем опасность высоких цен на нефть? Опасность в том, что будет происходить бешеный разгон инфляции не только в Соединенных Штатах Америки, но и по всему миру. Нефть становится дороже, значит, соответственно, становится дороже и производство того же самого и бензина, и так далее, и так далее, и так далее, да, закупки нефти становятся дороже. Соответственно, транспортировка других товаров тоже становится дороже, а раз становится транспортировка других товаров дороже, то закладывается в цену других товаров, в стоимость уже, конечно же, и логистика. Поэтому здесь это будут звенья все одной цепи и потянут, как в сказке, бабка за детку, детка за репку и так далее. Ну, все вы прекрасно помните данную детскую сказку про репку, как все одно за одним будет тянуться вниз. На что сейчас обязательно стоит нам внимательно обращать внимание, это, конечно же, на новости о том, как ведутся переговоры и какими моментами будет оперировать те же самые Саудовская Аравия, та же самая Российская Федерация. Поэтому внимательно следим за новостными лентами, ну а проще всего подписаться на наш открытый телеграм-канал. Благодаря, конечно же, таким высоким ценам на нефть, хорошо себя чувствует еще и нефтяная наша промышленность. Многие компании нефтяные, в частности, моя одна из любимых компаний, Газпром нефть, штурмуют отметку в 450 рублей за акцию. И участники моего закрытого чата на этом неплохо заработали. Многие писали в комментариях, что делать, да, перед дивидендами, продавать или не продавать. Я говорил, смело можно оставаться и неплохо на этом зарабатывать. Тот же самый Локойл, да, конечно же, я рассчитывал, что он более быстрее закроет гэп, но даже те, кто остались на дивиденды, уже не пожалели. И несколько процентов плюс они свои получили. То есть и дивиденды, и еще проценты 3-4 сверху могли смело заработать. Еще, конечно же, одна из главных причин сегодня такого бешеного роста нашего российского фондового рынка, это акции нашего народного достояния, акции компании Газпром, которые в прямую уже приближаются в отметку 300 рублей за акцию. Еще больше, ну еще полгода назад в это из вас, большей части моих зрителей, думаю, вообще никто не верил. Мы же с участниками закрытого чата брали Газпром ниже 165 лесенкой, и сами можете посчитать, что прибыль очень и очень у нас сейчас существенная. Почему растут акции народного достояния? Ну, конечно же, это продолжение строительства Северного потока-2, это само собой, это уже заложено в цену, то, что труба будет достроена. Но мы с вами видим, как растут цены на газ, и мы с вами получаем сообщение о том, что газовые хранилища Европы еще только приближаются к тому, чтобы быть заполненными наполовину. Я много раз говорил в своих видео о том, что такая вот серьезная температура, которая сейчас находится в Европе, да, жара вот эта бешеная. Я живу в Санкт-Петербурге, это просто невыносимо более 30 градусов и выше, в Европе такая же жара стоит. Конечно же, это тоже требует потребления голубого топлива, и, конечно же, двигает котировки все выше, выше и выше. Ну, а к тому же, Газпром не стремится увеличивать мощности транзита через Украину, что создает своего рода искусственный дефицит. Поэтому лично я считаю, что акции компании Газпром нужно оставлять дальше. На дивидендный гэп я остаюсь, кого этот вопрос многих волнует, но это я уже буду обсуждать с участниками закрытого чата. Дорогие друзья, сегодня последняя возможность попасть к нам в закрытый чат. Осталось всего лишь 3 или 4 места. Кто успеет, тот успеет. Летом мы до набора решили не делать. Поэтому, если кто хочет попасть к нам в закрытый чат, где я публикую все свои сделки, пишу какие-то идеи и так далее, милости просим, инструкция есть в нашем открытом телеграм-канале. Она также будет продублирована после того, как данное видео будет опубликовано на YouTube-канале. Ну, либо в телеграм-канале в закрепленном сообщении. 3 или 4 места, ну, то есть 3 или 4 человека еще смогут попасть к нам в премиум закрытый чат. Ну и последний момент, на котором стоит обязательно остановиться. И почему я тоже считаю это косвенным признаком того, что наш российский, ну, наш рынок, да и мировые рынки, близки к тому, чтобы готовиться к развороту и к довольно-таки серьезному коррекционному движению. Посмотрите, да, цены на газ высокие, цены на нефть высокие. Рынок вроде бы как растет, а доллар даже и не думает ослабляться по отношению к рублю. Ну, это волей-неволей начинает наводить нас все-таки с вами на мысли, что вот этот праздник, который продолжается уже с 7 или 8 месяц к ряду, он уже приближается к концу и большие умные деньги начинают выходить из нашего рынка. И недолго осталось ждать того времени, когда все-таки коррекционное движение начнется. Конечно же, для того, чтобы открывать какие-то шортовые позиции, нужно дождаться какого-то более мощного подтверждения. Но даже те покупки, которые мы с вами сделали, я как раз-таки говорю про валютную пару рубль-доллар, они уже нам приносят очень и очень существенную прибыль, потому что вот прямо сейчас валютная пара рубль-доллара покорила отметку 73 рубля 60 копеек и устремилась выше. Вчера ребятам из закрытого чата я писал, что если мы преодолеваем отметку 73 с половиной и закрепляемся выше текущих значений, то здесь будет формироваться полноценные восходящие каналы, и мы смело можем пойти и поштурмовать отметки 75-76. Ну а если у вас средняя примерно 72.1, 72.2, то прибыль вы свою просто уже устанете считать. Я считаю, что действия по покупке валюте были сделаны правильно, но это я сказал для спекулянтов. Я же жду более мощного, более сильного движения по валютной паре рубль-доллар уже ближе к сентябрю месяцу. Для тех, кто не купил доллар, и здесь дам небольшую такую ложку меда в бочку с дегтем, не расстраивайтесь, еще возможно локальное укрепление нашей национальной валюты во второй половине июля. Я говорю возможно, возможно, да, конечно же, вряд ли мы с вами уже увидим 71.6 и даже 72.2, вряд ли скорее мы всего увидим, но отметки 72.7 и 73.2, да, возможно, еще такие отметки придут, и у вас будет возможность подстраховать свои те же самые портфели и закупиться валютой. Все, что ниже 73.2, у кого нету долларов, смело можете затариваться. Я ожидаю, да, к середине осени этого года, ну, это конец сентября, начало октября, да, вот так больше, чтобы вы понимали. Отметки 82.8.4, в локальном, может быть, даже будет и 85. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, что сегодня последний день набора в наш закрытый премиум чат. Кто хотел попасть, милости просим, там осталось 3 или 4 места, действует мегаэксклюзивное предложение. Я даже сам немножко в шоке от того, что такое предложение у нас появилось. Оно очень и очень выгодное. Лично, на мой взгляд, таких скидок мы даже не делали на распродаже в Черную Пятницу, поэтому все условия есть в открытом Телеграм-канале, инструкция, как попасть в закрытые чаты, но она же есть еще и в закрепленном сообщении, если потеряется в ленте новостей. Дорогие друзья, если вам видео понравилось, обязательно ставьте лайк, если видео не понравилось, ставьте дизлайк, пишите обязательно свои комментарии, мнения, пожелания, вопросы, обязательно пишите вопросы. Также, дорогие друзья, не забываем подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши следующие видео. Видите, я даже находясь по работе, сейчас здесь организовывается один коммерческий турнир по бильярду, я являюсь одним из организаторов данного турнира, поэтому приходится очень и очень много разъезжать и времени сказать точно, во сколько будет выходить следующее видео, к сожалению, такой возможности нет. Поэтому нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить. Ну, конечно же, не забывайте поддержать данный канал с помощью кнопочки спонсировать, это не благотворительность. От меня в ответ вы получаете прямые эфиры с ребятами из закрытого чата. Прямой следующий эфир с ребятами в чате в нашем закрытом состоится уже завтра вечером, где я отвечаю на все вопросы, которые задают участники закрытого премиум чата. Если вы сомневаетесь идти или не идти к нам в закрытый чат, просто нажмите, там символическая сумма спонсирования, посмотрите мою компетенцию, ну и можно даже посмотреть большие прямые эфиры, которые мы проводим раз в месяц, где я отвечаю на все вопросы для всех своих любимых подписчиков. Дорогие друзья, также не забываем подписываться на открытый телеграм-канал, где еще раз напоминаю, есть инструкция по попаданию в наш закрытый премиум чат на наш инстаграм и на наш аккаунт в Яндекс.Дзене. Уже на следующей неделе я отправляюсь в отпуск и буду очень много времени уделять именно Инстаграму, Яндекс.Дзену и наконец-таки запустится долгожданный курс по техническому анализу. Там вот уже идет момент упаковки, то есть уже все отснято, отмонтировано. Сейчас необходимо этот курс просто запаковать, чтобы все это грамотно оформить и передать уже маркетологам. Дорогие друзья, и напоследок, конечно же, что хотелось бы вам сказать, это уже не про фондовый рынок. Я знаю, что мой канал смотрит и знатоки, и любители футбола. Так же, как и я, сегодня у нас первый полуфинал Италии-Испания. Для меня этот матч очень и очень важен, потому что мои постоянные зрители помнят, что еще до начала чемпионата я поставил 5000 рублей с коэффициентом 10 именно на то, что Кубок Европы возьмет Италия. Пока что Италия идет довольно-таки неплохо, чуть не споткнулась в 1-8 финала, был такой небольшой мандраж. Но команда Манчини справилась и я ожидаю, что сегодня не без труда, но все-таки Италия испанцев одолеет. Поэтому первая ставка, то, что Италия пройдет в финал сегодня, это раз. Второй момент, что Италия, что Испания, это обе команды, которые любители играть на угловые и на большие тоталы. Поэтому здесь смело можно грузить тотал больше 10,5, но кто боится, то здесь можно загрузить тотал больше 8,5. Но там коэффициент не такой большой, поэтому 10,5 здесь, мне кажется, довольно-таки приемлемый. Точно так же можно загрузить и желтые карточки. А тотал, скорее всего, на матч я еще тоже поставлю. Это тотал больше, наверное, 2,5. Я думаю, 3 гола в основное время мы сегодня с вами в этом матче улицы зреем. Поэтому вечер у нас ждет очень и очень интересный. И, конечно же, нас ждет очень интересный вечер с точки зрения фондового рынка. Как будут торговаться американцы, на это очень и очень любопытно посмотреть. Я же с вами прощаюсь, дорогие друзья. Увидимся с вами завтра. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»